Друзья, привет! С вами Палет. 21 день зимы и сегодня я получаю звездную каплю от Шейна. Ну и продолжаю трудиться, не покладая рук. Если вы видите, теплица начала образовываться даже вот в этой комнатке. Не знаю, какое у нее точное назначение, но у меня ее назначение определено. Очередное включение, 27 день зимы. Я хотела вам показать, что из дорогих плодов у меня осталось буквально 56 древних плодов после очередной зарядки всего. То есть карамбала поступает в количестве плодов из теплицы и из того, что у меня там в горшках растет. Ну и соответственно древние растения, там буквально несколько растений. Так что следующая зарядка будет делаться, я думаю, что тыквой. Тыквы, наверное, хватит мне на зарядку всего, а может быть даже и ревень падет в ход. И я уже возненавидела эту зиму, потому что постоянная пересадка вот этих зимних растений каждый раз просто вымораживает. Постоянно вот эти пропуски. Мне кажется, пересадка во все другие сезоны однородно засаженного поля – рай. Буквально по сравнению с этим каждодневным безобразием. Все вырастает неравномерно. То есть каждый день я занимаюсь вот этой муточением. Вот и закончилось два года Стардио Велли. Я продала все дикие растения. Но с учетом того, что я сделала больше тысячи семян. На всякий случай, не знаю, буду ли я жить на этой ферме третий год, но вдруг буду, и на этот случай у меня будут семена. Больше половины лимона, однако, заработала я на диких растениях, но крови они моей выпили уже сколько. И дедушка. Привет, дедуля! Дорогая моя внучка. Мы не виделись уже много лет. Ты была тогда еще совсем маленькой, помнишь? Посмотри, какой длинный путь позади. Это правда. Может, ты уже и не помнишь меня, но я была здесь все это время. И дедушка, я чувствовала твое присутствие. Видишь ли, телом я покинула этот мир, но душой навсегда остался в долине Стардио. Ты живешь здесь уже два года. Я так горжусь тобой, моя дорогая. Ты лучший фермер, чем я когда-либо был. И тут какие-то проблемы с переводом. Мой дух, наконец... Слушайте, ну что с переводом-то? Мой дух, наконец, готов успокоиться. Сама перевожу. Будущее фермы Рейнбоу теперь в твоих руках. Да, ну вроде всегда было в моих руках. Прощай. Прощай, дедушка. Ну что ж, давайте посмотрим, что нас ждет на улице. Ну видите, у меня всего лишь 11 миллионов с небольшим. То есть до часов мне еще почти половина. Мне показали, что тут свечки зажглись на алтаре. Я надеюсь, все четыре. И что я имею на данный момент? Я имею четыре сарая. Кстати говоря, вот этот сарай еще даже не полный. Здесь два заполненных. В теплице у меня все еще растет карамбола. Ну и давайте я покажу по достижениям. К сожалению, казалось не закрытым достижение на готовку, потому что я пропустила рецепт. Это артишоковый ди. Он изучается по телевизору 28 дня осени. Ну, видимо, я не посмотрела телевизор 28 числа осень. И очень жалко, потому что, получается, нужно ждать почти год. Ну, естественно, не готова коллекция по музейным экспонатам. Мне так ни одна косточка динозавров и не выкопалась. Ну и по семье Палет еще даже не беременна. То есть детишками пока еще и не пахнет. Слушайте, вот вы надо мной сейчас, наверное, ржете. Хорошо, что я просто так залезла в Вики и посмотрела, сколько стоят часы. Да я же молодец. Я не знаю, откуда у меня в голове цифра, что они стоят 20 миллионов. И я все это время так и думала, что они стоят 20 миллионов. Оказывается, я, дедушка, встречаюсь часами. Купить их – это дело техники. Мало того, мне даже почти хватает на посох возвращения. Ну что, поздравьте меня. Я не готова была заканчивать сегодня это прохождение. И, наверное, прощальную речь я запишу чуть позже. И вот оно, совершилось первый день лета третьего года на лесной ферме, прошу заметить. Самой маленькой по количеству посадочных мест. И я сейчас собираюсь купить золотые часы. И я очень надеюсь, что мы формально будем считать, что я успела к приходу дедушки с часами. Потому что вы видели, накануне по деньгам, даже 27 числа, у меня уже хватало денег после продажи вина, которое у меня было в инвентаре. И самое обидное, что у меня даже вчера время было. Я не знала, чем вечер занять. Я спокойно могла вчера пить эти часы, если бы я не думала, что они стоят 20 миллионов. Тем не менее, часы не строим. Я пока еще не особо придумала с местом. Единственное, что я вот отсюда перенесла сарай вот сюда. Тут прекрасно встанут все четыре сарая. Поэтому давайте пока я поставлю часы здесь. Эта бочка, конечно же, уберется оттуда, когда будет готово вино. Аля Гер, ты же понимаешь, почему здесь стоят эти часы? Потому что, если бы не ты, я бы эту цель и не выполнила. Просто потому, чтобы я ее не поставила. Так что, слава экстрему вам. Мне так понравилось это слово. Ну и давайте заберем у дедушки статую, заработанную честно. Да, давай, дедушка. Уже начало третьего года. И статуя совершенства теперь наша. И я думаю, что я все равно, наверное, этот день буду переигрывать в более быстром темпе. Сейчас такая серия лирическая. Я вообще уже думала, что эта серия будет завершающей. И собиралась уже прощаться и пустить слезу по поводу того, как мне будет не хватать этого прохождения вместе с вами. Но в игре есть еще возможности, которые я не спробовала. И поэтому мне бы хотелось вместе с вами их проверить. Сейчас мне хотелось по сундукам пройтись. Просто показать, что у меня за кромах осталось. Вот что осталось от тыквы. Еще весьма прилично. И полно ревеня. Я сначала хотела продать, по крайней мере, все золотые, плоды. Но потом увидела, что к 20 миллионам меня все равно это дело не приближает. Поэтому решила пока оставить. К тому же у меня действительно нечем будет заряжать бочки уже в следующий раз. Я думаю, что, наверное, я заряжу их тыквой. Да, кстати, я же еще купила хрюшек до полного комплекта в середине зимы. Они у меня все выросли. Потому что я же думала, что надо будет срочно набирать денег. А трюфели все-таки хорошее подспорье в этом деле. И давайте заглянем в остальные сундуки. Здесь у меня остались только семена. Кофе на рассаду, если вдруг понадобится. Ну и тут я ничего не меняла, ничего не трогала и ничего отсюда не продавала. Так что сейчас я начну этот день заново. И такая будет короткая серия. Потому что мне очень хотелось с вами поделиться этим результатом, который для меня самой крайне неожиданный. И я думаю, что еще серию другую мы с вами проведем вместе. Спасибо вам большое, друзья, за поддержку. Спасибо за мотивацию, за стимул, за азарт. За все-все ваши советы. До встречи, друзья.